МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую новую зиму земледелец встречает с новой надеждой на урожай. Тогда, еще зимой, колхоз известия Арского района выступил инициатором почина о проведении организованного сева в республике. И вот снова весна. И шестая посевная в жизни главного агронома колхоза Рената Сабирова. За эти годы бывали дождливое лето и жестокая засуха. Знать бы, что ждет хлебороба. Но верна пословица. На Бога надейся, а сам не плашай. С каждым днем нарастал темп работы. Однако вскоре, в разгаре посевной, дело осложнили холодные, затяжные дожди. Давно привычный кадр. Но ведь действительно, только руки агронома могут определить время сева. Опоздаешь, упустишь влагу, не доберешь урожай. Рано посеешь, испортишь поле, наделаешь комков. Так что не раз пройдешь по полю, прежде чем решишь – пора. Несмотря на затяжную, дождливую весну и позднее созревание почвы, сев в республике был проведен на высоком агротехническом уровне. Дожди затрудняли сев. Зато после них хорошо пошли в рост азимые, а затем и яровые. Приближалось время жатвы. Нива радовала глаз землетельца. И пошел хлеб. Хлеб урожая 82-го года. КОНЕЦ В нынешнюю страду комбайны выходили в поле, только получив знак «Д-82». Это значит допуск к уборке урожая – гарантия работы без потерь. На полях колхоза «Известия», там, где были сняты кадры весеннего сева, намолачивали по 30 центнеров зерна с гектара. Погодные условия этого года в Татарии были благоприятными. Но все ли дело в погоде? Ведь были и раньше урожайные годы. Но в этом году урожайность самая большая. Стало быть, дело не только в погоде. Большой урожай – это результат аграрной политики партии, огромных вложений в сельское хозяйство, результат самоотверженной работы земледельцев и ученых. Вот он – хлеб нового урожая, основа могущества и богатства нашей Родины.